Пожар 2 мая в Доме профсоюзов и Украинской Одессе, при котором погибли десятки пророссийских демонстрантов, рассматривается многими обозревателями, как однозначный воспламенитель гражданской войны в Украине. Что это кровопролитие, однако, было заранее запланировано акцией, заявил вчера генеральный прокурор Украины Олег Махницкий. По сообщениям украинского информационного агентства ОНН он сказал, у нас есть видео и фотоматериал, из которого следует, что некоторые представители милиции намеренно ничего не предпринимали, была договоренность между милиционерами и бандитами. Вот хронология событий до пожара в Доме профсоюзов. Трагедия началась с футбольного матча между клубами Одессы и Харькова. Вопреки большой политической напряженности, власти разрешили провести футбольный матч, хотя всем было ясно, что в связи с этим город приводят несколько тысяч прокиевских футбольных фанатов. После игры примерно полторы тысячи футбольных фанатов и сторонники киевского правительства путчистов, имея на это разрешение, вместе пошли на шествие демонстрантов. Как в интервью сказал депутат областного совета Одессы Вадим Савенко, после этого вмешались одетые в гражданское члены спецбатальонов «Шторм» и «Днепр-1» с флагами и повязками пророссийской стороны. Применяя огнестрельное оружие, они сначала целенаправленно взбунтовали футбольных фанатов и прочий сброд. После этого они отвлекли протестующих от основного маршрута и провоцировали их пойти в направлении Дома профсоюзов, чтобы вызвать столкновения в палаточном городке с невооруженными и мирными пророссийскими активистами. При этом пророссийские активисты отступили в здание, которое затем атакующие подожгли. Тушить пожар начали опять-таки с большим запозданием, хотя пожарная станция находится рядом с Домом профсоюзов. Как это наш последующий медийный комментарий более подробно излагает, есть множество доказательств к подозрениям, что пожар служил только для скрытия состоявшегося массового убийства в этом здании. Уважаемые слушатели, даже СМИ в эти дни говорят о том, что украинское правительство пульчистов в Киеве в настоящее время пользуются советами десятков специалистов ЦРУ и ФБР. Официально речь идет о том, чтобы оказать помощь в подавлении восстания на востоке страны. На фоне этого напрашиваются подозрения, что зверская жестокая бойня в Одессе, возможно, последовала коварной режиссуре ЦРУ, чтобы политические убийства спрятать за возбужденными действиями и хулиганами. Операция по чужим флагам – это многократно испытанная стратегия США, чтобы легализовать войны и пробуждать народа готовность воевать. Для обобщения дальнейших подробностей к массовым убийствам в Одессе, о которых до сих пор умалчивали СМИ, я переключаюсь в студию «Манхейм». Доброго вечера.